Слушай, а тебя как торкает этот козлизм 2012? Они хуже. Конечно, уроды. Это Олег, он не потерпит ревность и животных в доме. Это мне вот этот 12-й год сейчас в голове. Скажи, Василис, идиотизм этот все, не будет никакого 2012 года конца света? Можно мы с тобой потом про это поговорим? Нет, ну ты можешь мне сейчас сказать просто? Это еще хуже, Василис, это хуже. Я могу сказать, что отчасти предположения правильные. Да ты что? Да, поэтому я не иду смотреть этот фильм. Говорю абсолютно серьезно. Все, я не работаю. Ну скажи. Возможно, вплоть до... Я думаю, что это военные конфликты, на самом деле, в мире, которые будут развязаны к этому моменту времени. И абсолютно экономической подоплеки ситуации. Конечно, это никакие не космические трансформации, никакие не такого порядка ужасы. Но это реально непростая ситуация, скажем так, общественно-политическая. А скажи, они могут вот эти создатели передохнуть все, нет? Кто? Ну, создатели. Кто вот это замутил? Это 12-й год, фильм, вот это все. Точно наживается на этом. Ну, я как раз думаю, что те, кто вот эту волну толкают, они пострадают. Так всегда бывает. Да, мужик, говорит, накажет? Ну... Тема, иди за водкой, я не работаю, все. Не, ну вообще, это, конечно, ужасно. Я просто... А что с кем-то, суфер? Он был добрый человек, и мне казалось, что он был искренний. Он сейчас на Волочкову похожий, знаете, который говорит, и когда ко мне подошла эта добрая женщина, и я сказала, добрая женщина, идите нахуй. Понимаешь, вы получаете вот просто, вот, получаете так, она все время... А вы знаете, когда ко мне приходят добрые женщины и мужчины, и просят автограф, я говорю, добрые женщины, прекратите, понимаешь, вы прекрасно души, вы прекрасно душничаете. Давайте не будем прекрасно душничать, потому что когда у его дочки не будет то, что будет у всех одноклассниц, потому что тоже хорошего-то мало. И приходят такие, вот со мной, и приходят такие к нам невесты-задрочи, которые всю жизнь завидовали своим подружкам. Потому что мама и папа духовные жаждают, а мы со свечкой ходили и пели, аллилуйя. Не, ну почему? Перестаньте, жизнь другая, давайте все-таки будем, смотрим, нормально. Здравствуйте, Андрей. А, привет. С кем вы пришли? Антон. Любовница моя, Дарьяна друг. Да, это сейчас модно. Кто любовница? Я. А я друг. Дарьян друг. Наконец-то, свершилось. А, так тогда, может быть, и мы закончим? Не-не-не, нормально. Ну, для разнообразия, что-то. Все нормально, все нормально. Моя мама назвала бы такую девушку Шалава просто-напросто. И я к ней присоединяюсь. Совершенно никакой серьезности, и ребенок, ну вообще, то есть, вообще, никаких ценностей. Потому что в 26 лет сидел на с ребенком, наоборот, молодец, что она... Клубы, гулянки. Если бы список ее женихов был бы часа на три программы, тогда можно было бы вот это слово применить, которое ты говоришь. А, Чилю, хорошее слово. Она классический водолей. Роза, как и ты. Да что ты. Да я просто вообще, я ангел перед ней. А ты полтора года ходила в декольте с татуировкой на спине, и именно так ты встретила здесь своего мужа. Когда это я с татуировкой-то ходила? Ты ходила в декольте полтора года. Ты недавно стала ходить в пиджаках и с косиночкой. Не, минуточку. Все помнят, давайте посмотрим. Минуточку, минуточку. Я, когда с Вакой не замужем была, я кольцо вручально носила, чтобы никаких вопросов не было, чтобы невеста приходила и знала, с Вака занята. Два украинца разговаривают, один другому говорит, да весь жопенька какие у русских фамилий смешные. Зайцев. Он был тоже украинцем. Оксана точно не хочет соревноваться с мужчиной в доме и безоговорочно готова... Оксана точно не хочет соперничать с мужчиной в доме и безоговорочно готова... Оксана... Оксана точно не хочет соперничать с мужчиной и даже безоговорочно готова... Блядь. Это как пчела. Пчела ведь летает и собирает мед. Она тоже видит, что на лугу разное бывает. Ну, там, я не знаю, коровы прошлись и оставили после себя что-то. Но она видит только красоту, поэтому и мед в конце получает. А разница между пчелой и мухой, да, муха видит сразу это, не то, что цветы на лугу растут, а то, что там оставили после себя коровы. Вот мне кажется, что Александра, если пока она прекратит копаться вот в том, что оставили на лугу коровы и перестанет быть мухой, а станет как Радмила пчелой, тогда и мед у нее в семье будет. Вот в этом большая разница. Какой же скач, а вы думали? Нифига, порвала, порвала просто. А еще, говорят, Гузеева злыди, и бабки за мной бегают и говорят, ах ты паразитка такая. Я все-таки, наверное, скорее завистливаю, чем нет. Вот думают, молодая, как бы треснула бы ей. И тоже вроде все накачала, все сделала, все не то, все не то, понимаешь, мы прямо надеемся уже, что у меня вечер, а у нее утро. Ну хорошо, как вам, Роза? Я, я себе хорошо. Спасибо вам большое. Ларисечка, я надеюсь, вам очень понравился этот сюрприз. Спасибо вам большое. Проходите в свою комнату. Помогите! Я люблю тебя, Россия! Дорогая певаня! Пожалуйста! Я люблю тебя, Лариса! Боже, смотри! Помоляю, поставься! Поставься! Все, спасибо! Все, пожалуйста! Нет, пожалуйста, пожалуйста! Дорогие, смотри! Это всего лишь прогресса, когда релась! Пожалуйста, никогда не смотрите, смотрите то, что вы сейчас сняли. Не почему-то мне все время рстили. Нет, пожалуйста, сотрите, а я хочу увидеть, что вы стерли это. Пожалуйста, не надо, мне только в интернете не хватало вот этой крени. Лариса, ты понимаешь, что вы говорите? Пожалуйста, все, кто сейчас снимали вот это на телефоны, и быстро это все стерли все. Ларечка, и там кто-то еще снимал, поэтому... Люди, будьте людьми, называется это. Да, пожалуйста. Ребят, послушайте людей, а не дайте сорвать передачу. Отдайте им эту сумму, потому что передачу закроют, и никто это никогда не увидит. Это лучшая передача, которая выйдет по каналу. Отдайте им от телефона. Бодров снимал, у меня трясло. Там утренок, девушка, в очках слева сидящая снимала. Отдайте телефон, не дайте. Девушка, в розовой кофте, в очках слева, да все. Не скопроектируйте. Воду мне, принесись, пожалуйста, в воду. Все, спасибо. В голову мне, блядь, давление. Ну, эмоции выхлестнули в очках. Да, ничего, ничего, это шоу, я понимаю. Как получас, я пришел на крутую свадьбу. Молодец. Десять литров молока. А я вдруг смотрел на телевизоре, 81 день, стоите вы, говорите, давай поженимся. Да, супер. Ну, я быстренько пошел, пообрелся, и потом показали фотографию этой женщины, и сказали, что из-за Ларисы. Вот я здесь. Все, ребята, спасибо. В свою комнату отправляйтесь, спасибо вам большое. Вам спасибо. Козла, можно показать, и состоять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова